Виктория Каштаненко, школа современного танца в Литсе, Англия, убрала из программы вступительных прослушаний балет, так как сотрудники посчитали, что он основан на идеологии белых европейцев. Танец был обозначен преподавательским составом как имеющий спорный характер. Изменения произошли после того, как организация предприняла работу по деколонизации учебной программы, прислушиваясь к советам ЛГБТ-сообществ. Среди недостатков этого вида танца, по мнению Франчески Маккарди, заведующей программой бакалаврата, есть элитарность, строгие требования к форме тела, а также сильная привязка к кендеру. Ну, на самом деле, не очень сильная. Вот этот балет, который танцуют мальчики «Лебединое озеро», это показал... Проблема балет-корректности – это новая идеология, новый социализм. Это, к сожалению, очень увязано. Вот критическая расовая теория, просто современный марксизм, политкорректность, которая читается и трактуется как идея равенства, как необходимость доминирования идеи равенства, не равных возможностей, а равенства, социализма. Я тут... Я очень люблю вот на моем этом пропагандистском радио KPCC, там есть единственная программа нормальная, это критики выступают по поводу последних релизов, последних картин, выпусков. А критики интересные такие, иногда интересные, иногда очень глубокий анализ. Они очень смешно называют эту программу или сайт, я не помню, они ее называют «Синагога». В данном случае от слова «сина» – кино, кинагога, там как бы по-русски это звучало. Ну, там две причины. Во-первых, на кино похоже, во-вторых, там соответствующие, как всегда, критики, интеллектуалы. Вот, и вдруг новый фильм, новый сюжет значит, Ашер, такой танцор, черный и гей. И вот я ожидал какого-то критика. Вместо критики, вместо критика вдруг появляется чиновник. в этой передаче чиновник, ответственный за гендерное равенство в правительстве штата Калифорния. И начинает впаривать такую прям вот пропаганду, что это вот то, что он гей, то, что он черный, это все делает, это произведение очень важным, очень интересным, очень воспитательно значимым. И я надеюсь, что вот это, они не могут без идеологии социалисты. Я надеюсь, что это идеологическая составляющая, после того, как они чуть-чуть отойдут от власти. Они, конечно, демократы, демократическая партия чуть-чуть передавливают вот с этим гендерным равенством. Абсолютно серьезно обсуждается вопрос о том, что неучастие, запрет участия в олимпийских играх, играх трансгендерам, тем, кто поменял пол, это расизм. Сейчас достигли какого-то там компромиссного соглашения, что если трансгендерам, на самом деле речь же идет только о мальчиках, переделанных в девочек. Потому что когда девочки переделываются в мальчиках, но они не могут достичь каких-то серьезных результатов. И достигли соглашения, что если операция и переделывание, так сказать, произошло до 12-летнего возраста, то можно участвовать в олимпийских играх. Речь идет о очень маленьком количестве, но для социалистов, для демократической партии Байден даже что-то по этому поводу высказался. вот это важно. Это борьба за равенство, скажем, расовое. Иногда, может быть, у меня предвзятый взгляд очень, но иногда она мне напоминает сеяние расизма. во всяком случае, на примере этой организации Black Lives Matter и многих активистов, это иногда продвижение черного расизма и воспитание чувства вины у белого большинства за то, что они большинство. но поскольку это изменить-то нельзя, в общем, все это с политкорректностью надо разбираться, это все не очень хорошо. хорошо.